Привет, друзья! Сегодня я в гостях у Ивана, канал Маэстро Барбекю. Я давно вынашивал идею приготовить ребрович из Симпсонов. Это сэндвич с ребрышками, расставленными в смокере. У Ивана недавно в продажах появились смокеры, поэтому я сегодня приехал к тебе и прошу твоей помощи приготовить мне максимально вкусные ребрышки. Насилие порождает еще большее насилие. Это фавелла, это наш дом. Мы никуда не уйдем. Согласен. Мажор в Сочи. Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. Во-первых, всем привет, а во-вторых, что мы будем готовить? Ребрович. Гомер в этот момент стоит такой... Ребрович. Я не знаю, кто такой Гомер, и я никогда не смотрел Симпсона. Один Ребрович мне. У нас сегодня с тобой традиционный январский выпуск. Третий января на дворе у нас сейчас, ну, у зрителей третий января. Да, это уже традиция, муж в прошлом году. Да. И поэтому отнесем это к таким антипохмельным блюдам. Хорошо. Так, у нас есть ребра, четыре. Я так понимаю, мясом занимаюсь я? Да, а я расскажу, какой я молодец. И напек булочек, специально к приезду к Ивану. У меня на канале есть рецепт, называется «Самые лучшие булочки для бургеров». И по этому рецепту я просто решил, чтобы у нас совпала лента. И мы собрали максимально мужской сэндвич с тобой. Вот такой вот. Я думаю, нам хватит. Так, шутки шутками, все отпразднули Новый год, всех с наступившим Новым годом. Ребра надо распаковать, очистить от пленки и, конечно же, нужны специи, чтобы их закоптить и приготовить. Коптить будем в смокере. Да. Коптил в смокере? Нет. А в моем смокере? Тем более. Отлично. Пойдем за специями. Пойдем. У меня сверху студия, а снизу магазин. Красота. Есть Вебер. Вебер, который я кабушу. Есть Маэстро Барбекю. Есть Маэстро Барбекю. Поджигает меня периодически. Я никак не могу привыкнуть к твоему перцу, знаешь, с точки зрения того. Я уже начинаю добавлять его меньше. Суп настаивается, и я ем. И как в Таиланде, прям вообще офигительно. Так. Ну, студия еще после ремонта. Поэтому предлагаю Мексику. Там есть даже, знаешь, что... Вот у нас принято считать, что зира – это азиатская специя. Ну, барань, Средняя Азия. А вот на африканском континенте зира, он же Кумин, это Мексика. Ну, то есть у них тоже, да, к югу. То есть все-таки это южная специя. Суши в мексиканской кухне и кинзу используют. Ну, да. Поэтому... Хотя у нас тоже говорят, да, это Кавказ, ребят. Да. Это Мексика. Так, ну, значит, берем вот это. Давайте чуть-чуть перчика. Чтоб как дома, да? Чтоб как суп настаивать. Как суп. Готовые специи хороший производитель никогда не досаливает. Ну, вот прям соль минимально. Поэтому я еще вот взял обычную морскую соль, чтобы подсолить. Главное, после съемок не забыть нож. А то у меня, знаешь, у меня Стас такой, что он может и... Все в производстве. Все в производстве, да. Так, пленочка. А у тебя всегда получается с первого раза оторвать? Нет. Не всегда. Обычно она делится на две. Я ложкой чаще. Ну, ты понимаешь, вот ремонт делал такой. Нету ложки. Я бы с удовольствием ложку. Даже две ложки. Вот такая есть. Нету ложки. К сожалению, нету. А ты встречал, чтобы рёбрышки были без... Пленки? Да. Но иногда у некоторых производителей, да, бывает такое. Видимо, во время разделки туши. А вот это явно пример. Я пытаюсь её содрать, а её тут нету. Ножечку, в принципе. Я уже подсыпил. Салфеточку. Да. У меня после ковида какой-то фигня с запахами. У тебя запах никак не смущает ничего? Нет. 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 Это получается нужно начинать готовить часов за пять до того, как ты захочешь поесть, да? Или сколько? Да нет. Рёбра, я не понимаю вот этих вот людей, которые рёбра готовят там шесть часов. Но вот мы сейчас с тобой максимально копчёные сделаем, ну, за три часа. А вообще я люблю там подкоптить, завернуть и растомить. Потому что, ну, самый дорогой ресурс... Оно же, ну, даже в смокере, наверное, всё равно ложится только первое время, пока продукт нагревается. Потом дальше уже сильно не пойдёт. Я с тобой согласен. Я долго думал, как отвечать вот на такие вещи. У нас же рёбра жирные. Да. Рёбра жир, он топится и выходит. Мы сейчас посыпем специями и образуется такая корочка. Американцы её называют барк, кара древесная, да? Дословно перевод. И получается, жир топится, специи набирают этот жир, и этот жир прокапчивается, прокапчивается, прокапчивается. То есть, если сказать, там, в середине куска будет максимально... Нет, это вот именно корочка, в которую... Это визуально по кольцу копчения видно, если это кусок большой. Да. Ну, кстати, кольцо копчения не показатель качества копчения. Нет, я имею в виду по тому, насколько далеко проникают вот эти вот эфиры, которые... Ну, это опять же, там тоже много водных, там, температуры и так далее. Вот есть такой Франклин у Америки, который вообще вот этими вот всякими брискетами болеет, да? Вот такой техасской истории. Вот такие вот штуки удаляем. Кусок должен быть ровный, красивый. Я, с твоего позволения, это тоже срежу. Неровность. Да, хочется красивое, ровное мясо. Так, и таким образом мы получили с тобой четыре замечательных кусочка для двух наших сэндвичей. Специи. Специи, да. Ты вскрывай специи. Как я говорил, хороший производитель специй, он всегда специи не досаливает. На тот случай, если потребитель не любит соленое. Ну, и продавать соль под видом специй тоже. Да, ну, и такая честность. Поэтому я люблю хороших производителей за честность и за заботу. Поэтому я подсаливаю. Лучше подсаливать крупной морской солью. Я даже не могу сказать, чем конкретно пахнет. Знаешь, пахнет как будто бы рассольчик от огурцов с чесночком, с укропчиком. Да-да-да. Бабушкины закрутки высушены. Так, теперь берем и все это хорошенько посыпаем. Кстати, вот показатель еще хорошей смеси. Видишь? Слежались. Соответственно, нет никаких стабилизаторов. Но ты, как технолог, должен сказать, что правда это или не правда. Ну, разумеется, часто добавляют антисреживающие агенты или там в некоторых недорогих специях в этом роли выступает крахмал или мука. Очень многие вот у меня знакомые есть индус, правильно так сказать? И вот он все время в шоке от нашей кари. Он говорит, что это вашей кари, которая продается в магазинах. Все густеет, потому что недобросовестные производители добавляют муку или крахмал. В лучшем случае. В лучшем случае, да. И вот те специи, которые он привозит из Индии, они такого эффекта не вызывают. Так, в общем, у нас все готово. Я мою руки. Идем разжигать смакер. Класс. Сейчас меня покормят. Сейчас нам будет вкусно. Так. Ну, я уж воспользуюсь случаем о канцаршенном канале. У нас новые брикеты по 5 килограмм. Долго общались с подписчиками. Сделали 5 килограммовые. Это получается два больших стартера. Два больших стартера. Да, да. Потому что люди говорят о том, что... Это, кстати, первое... Да, да, да. Нет, самое интересное, потому что... Ну, это прям премьера. Это еще никто нигде не видел. Я еще сам в своих роликах не снимал. Тут всегда вопрос. А слева развязывать или справа? У меня слева, по-моему, сюда еще. Новая. Поменяем нитку. Вот, смотри, теперь нитка, она... Раньше она была такая... Более натуральная. То есть сейчас делали осознанно... Я всегда так делал. Ну, поняли. Так, берем стартер. Можно только на дровах делать. Но зимой, когда ты засыпаешь брикеты, температуру проще держать. Не надо тебе бегать с дровами. Кубики для розжига маэстро барбекю. Спасибо. Причем они помогают мне еще и печку в доме растапливать. Блин, ну классная штука. Мне такие дрова хреновые привезли, а с кубиками прям разгорается вообще удобно. Ну, собственно, зажгли. Поставили. И ждем. Так, стартер почти разгорелся. Шпалами не воняет? Нет, шпалами не воняет. Теперь что мы делаем? Теперь мы закрываем вот эту часть. Открывай трубу. Ну, я закрываю крышку. Теперь воздух идет по низу, проходит по верху и прогревает смокер. У нас с тобой примерно 20-25 минут для того, чтобы он нагрелся. Потому что смокер сделан из толстого стали. Есть похожий смокер, но не тонкий. А расскажи, пожалуйста, если у нас есть же время, пока он прогревается. Для меня и для моих зрителей вообще смокер, грубо говоря, вот это что? Это коптильный. И чем отличается оно от гриля? Почему нужен смокер? Почему не гриль? Во-первых, он может работать на дровах. Он может коптить. Тут другая кинематика, движение воздуха. Он дает другой вкус. Ну, кстати, на смокере можно готовить так же, как и на гриле. Вот теперь, кстати, на даче есть смокер? Нет. Она, дача. Все, пошел дым. Сейчас он прогреется. Все. Прогрел. У нас жар идет снизу. Жар и дым идет снизу. Поднимается до сюда. Поднимается до сюда. И в обратную сторону прокапчивает весь продукт. Но если высыпать угли под эту решетку, то может жарить. Такой функционал у этого смокера тоже есть. У этого смокера есть, да. То есть мы сделали его максимально. И тем более того, скажу, у меня есть ролик, где я в смокере жарю шашлык. Я разжег костер. А, то есть даже в этой чаше можно жечь дрова? Я разжег дрова. Лег, дрова жжгли, да? Да. Да, разожгли дрова. Делали угли. Я пожарил шашлык. Причем куски были большие. Большие же куски нужно с конвекцией. Я прикрыл крышку, дотомил. Изумительный шашлык. Шикарно. Полость, полость все русская. И даже термометры сделаны в России. На 23-й год в планах ставлю себе изучить тему смокеров. Брискет – моя мечта. Я должен научиться сделать дрожалочку прям как надо. Подкину дровишку, чтобы жара было побольше. Наша рабочая температура на сегодня какая будет? Я вообще, я такой, знаешь, я разгильдяй. Но вот у меня есть фишки, которые я придерживаюсь. Мне все равно 90, 110, 130. То есть вот температуру я использую от 90 до 130. Но важно, чтобы она, если ты встал на 105 градусов, у тебя все время была 105. Вот при стабильной температуре это важно. А 105, 120, ну вот… Это уже время, наверное, просто, да? Время, да. На 130 я быстрее приготовлю, чем ты на 90. Поэтому мы сейчас его разгоним хорошенечко и ребра будем делать не как все там. Вот эти вот 6 часов прыгать. Ребят, ребра надо пожарить и сажать. Тем более у нас булки такие офигенные. Мы это сделаем часа за два. Друзья, а у Вани на канале мы сегодня готовим суп. Похмельный. Да, поэтому после просмотра этого видеоролика рекомендую перейти к нему на канал и посмотреть, что мы сейчас будем готовить в перерывах между копчением. А ты ролики утром выкладываешь или вечером? Ну, в январские праздники, я думаю, утром, наверное, да. Ну, так, часиков в 10. Все проснулись, сели с салатиками. В общем, смотрите этот ролик, едите салатики. А где-нибудь часа в три дня смотрите мой ролик, готовите рюмочку. И там уже будет похмельный. Прохладно. Все, в том-то. Так, ну и сейчас мы покажем. Вот часто люди, такие как я, забывчивые, у них нет, ну, забыли где-то решетку. Оторвай фольгу. Столько? Да. Делай комок. Теперь берете фольгой. И очищаете. Выкладываем. Надо выкладывать на расстоянии, чтобы дым обволакивал со всех сторон. И ребрышки пропитывались. Теперь закрываю. Ой, красиво. Очень красиво. Очень. А мы на даче когда снимаем, сейчас холодно. Леха камера откладывает, рука сгреет. Дровишки. Закрываем. Совершенно спокойно уходим на час. Через час посмотрим. Если они будут подсыхать, значит будем сбрызгивать. Если они не будут подсыхать, значит ничего делать не будем. Отлично. Меня такой подход устраивает. Дуги вообще люблю. Как определить правильность дыма? Ты в моих видео правильно говорил. Да. Самый просто способ. Руку ставишь. Вкусно, значит дым правильный. Нет? Надо было попробовать еще. До начала пока невкусно было, да? Ну да, сейчас прям. А когда мы только запускали, он же из металла, он холодный. Конденсат. И в самые первые там 10-15 минут что-то прям пар валит. Вот так руку подставляешь и можно даже капли собирать на руку. Ну и горькие, да, наверное, вот этот вот дым именно? Нет? Ну он даже неприятный. То есть надо, чтобы он прогрелся, влага ушла. Ну, в общем, ждем. Так, подкидываем еще дровишек. У нас прошло где-то часа полтора, да, наверное, как мы заложили? И температура у нас сейчас держится в районе 85 градусов. Ну тут 90 градусов. 90. Подглянем внутрь, может быть. Они уже заметно так подпеклись сверху у нас. Подкоптились, я бы сказал. Подпеклись неправильно, да? Слушай, ну запекание, копчение что? Это запекание с дымом? Запеклись с дымом? Ничего нет. Стояли два часа. Вот я считаю, что, не видишь, жир плавится. И они вполне себе хороши. То есть увлажнять не надо. Давай фольгу. Я буду доставать, а ты заворачивай. К родного ребенка. Давай еще. Да. Не жили фольги. Внутренней части вниз. Сейчас мы перевернем. И будем на мясе. И будем на мясе, чтобы весь сок пропитал мясо. Совместное новогоднее творчество. Что хочу тебе сказать. Основную часть подготовительного мы дали копчение. Мы все сделали правильно. Вот сейчас можно увеличить температуру. Совершенно спокойно, до 150 градусов. Для того, чтобы не тратить наше время. А просто быстро все это схватилось. Вот. В общем, еще одну дровишку. 40 минут, час. Ты прям хочешь, чтобы косточка прям... Да, это было шикарно. Час. Мечты сбываются в Новый год. Нам надо это все распаковать. Фольгу мы сразу выкинем. Мне кажется, так долго будет. Да, просто порвем. Давай. То, что сок туда попадет. Во-первых, у смокера есть слив. Ничего страшного не будет. Ух ты ж, какие они там красивые. Да, да, да. А, держи. Давай заберу фольгу. Вот на морозе прикольно. Фольга сразу остывает. И уже не так горячо. Мясом вниз. Мясом вниз. Мы сначала низ глазернем. Вот за счет того, что мы их перевернули. Видишь, весь сок остался. И они максимально размякли. Максимально стали мягкими. Смазываю ребрышки соусом барбекю. Выглядит обалденно. Мы просто тут с Анжеликой стоим, обсуждаем, как бы мы эти ребрышки бесконечного продукта с удовольствием сидеть. А давай мне сподручную ты. Я переверну. Я тоже, смотрите, я тоже делаю. К тебе никто не сомневался. Ребра у нас сладко-острые. А мы можем соусом дать еще кислинки и остринки. Ну и, конечно же, цвет и размягчение корочки, которую мы создаем. То есть часть соуса пойдет в мясо, а мы дадим температуру. Внутрь пойдет сочность, а сверху будет корочка. Такое сочетание. Карамелизация, запекание. Карамелизация, да. То есть можно выровнять. То есть в этой истории много разных назначений. Пойдем готовить все остальное. На самом деле мы же с тобой хотели просто снять недели раньше. Да, из-за того, что у меня ремонт застегнул сюда. Тихо, эти булочки. Эти булочки я пек заранее. И потом просто все это вакуумируется и хранится в морозилке. А когда вам нужно, буквально там за пару часов это все из морозилки достается, дается дойти до комнатной температуры, они становятся снова мягкими, свежими. Только разрезать их как надо. И мы с тобой их подогреем еще тоже в смокере, я думаю, да? Конечно. Дадим, во-первых, тепла, чтобы они согрелись. Во-вторых, мы им дадим вкус огня и корочку. Все, смотри, без закала. Вообще. Равномерно пропичено. Мне кажется, я вообще с чайком, с маслечком. А ты понюх, как она пахнет. Мне так нравится эта рецептура со сливочным маслом, но без яйца. Да. Так, это все порезал. И этот сэндвич достаточно простой и обычно он сервируется просто с маринованными огурцами и красным луком. А соус надо? Нет, соус у нас барбекю на ребрах, то есть просто насыщенный мясной вкус, свежая булочка, маринованные огурчики и лук. Тебе помочь? Да нет. Я могу лук почунуть. Давай я лук почущу. Ну, я не знаю, мы будем полукольцами, наверное, тоненько нарезать. Мне как скажешь, я так и сделаю. Мне кажется, что нам и двух, трех за глаза хватит. А вот что для тебя основное блюдо на Новый год? Ну, кто-то там индейку, кто-то там просенка, вот-вот. Мы вообще горячее с Анжеликой не готовим такое тяжелое. В принципе, ну, то есть, не знаю, если бы я был на даче, это был бы шашлык, опять же, какие-то ребрышки на гриле или что-то такое. Давай так, вот какая-то большая компания собралась, застолье, да. Я тоже предпочитаю, там, я, жена и дети, но всегда же приедут гости, там, ну, не важно, там, не тридцать первого, но первого. Вот что готовишь? Вот я, например, готовлю второго числа плов. Я беру 100-литровый казан, иду на площадь в своей деревне и готовлю на всех плов. Вот плов для меня какой-то он новогодний. А у тебя? Я тогда буду ориентироваться на то, когда мы ездим к Анжеликиным родителям в деревню, и там собирается огромное количество людей. И там всегда готовят шартан, это национальное чувашское блюдо. Это в желудке барашка запекают потроха, печень, легкие замаринованные мясо, жир. Ну, очень вкусное блюдо, оно как и холодное, так и горячим подается. И ее родители все время делают ветчину. Они за недели-полторы начинают мариновать свиной окорок и запекают его. Вот это вот прям. Вот этот шартан я попробовал, а как его запекают? У меня на канале есть рецепт, я тебе покажу. Ну, я... Нет, я просто... Я тебе потом покажу. Самое главное, чтобы желудок был хорошего качества, отмытый, чистый. Все остальные продукты, печень, легкое, сердце, небольшие кусочки мяса и жира мелко-мелко нарезают. Я про то где, в земле там или как? Ну, в духовке сейчас уже, а так по классике в печи, я думаю, да, Анжел? Да. Это такое блюдо долгого томления, скажем так, оно не быстро готовится. То есть классический американский low and slow. Это, если получается на американский манер, это у них есть блюдо хаггис. То же самое, по факту. Тоже в желудке запекают. Так, ну как думаешь, хватит нам на... Я думаю, да. Тут знаешь, тоже переборщить мы можем убить вкус хлеба. Да. Я думаю, этого более чем достаточно. И просто лук. Так, в общем, у нас все готово. Нам надо забрать ребрышки, правильно? Да. И нам прогреть булки. Одеваемся. Идем. Ну все, пора снимать. Насколько это прекрасно выглядит, настолько же прекрасно это и источает аромат. Ну я бы убежал с ней, с тарелкой. Так, и прямо вот так. Мы их выкладываем буквально... Что, какой-то маленький у нас мокер, по сравнению с этими булками. У них можно в два слоя друг на друга срезом положить, мне кажется. Нет, нет, нельзя. Мы потеряем вот эту корочку. Мы сейчас вот эти заберем, а потом вот эти две догреем. Пора. Складываем друг на друге. Мы, кстати, можем, пока те подогреваются, вот эти так положить, пусть лежат. Так, ну, забираем. Про лайфхак перчатки мы не будем говорить, надо, Тихон уже показывал, надо мыть руки и готовить совершенно спокойно. Давай один покажем, остальное съедим. Согласен. Что мелочится. Собирать на доске будем? Я хотел на доске ребра вытаскивать. Стол чистый, специально же сделала с нержавейки. Мы с тобой сейчас вытаскиваем кости и собираем первый сэндвич. Переворачиваю его. Да, конечно, переверни. Здесь лучше поэтапно, да, наверное, чтобы не сломать. Да. Хитро. Так, ну, я думаю, что, друзья, давайте будем честны, мы видим, что косточки выходят, но сохранить структуру целиком у ленты реберной из-за маленького количества мяса, да, с той стороны у нас не получается. Видно, да, вот, косточку снимаем, и внизу нет ничего, вот просто нет. Прям по кости срезают, получается, они. Да, они прямо обгладывают. Ну, ребрышки, ребрышки. Ребрышки. Заплатили, заплатили, все. Это божественно. Так вот, прям к нам надо переносить. Ну, давай вместе. Ты думаешь, тебе одному после Нового года? Тяжело. Мне тоже. Смотрят и ждут. Мы-то попробуем, а им еще готовятся. Мне кажется, отличное рождественское блюдо. На одного или на двоих, как думаешь, биг-трести? Блин. По размерам на двоих. А по вкусу точно я бы еще половинку после этого съел бы. Пополам, да? Ну, давай, конечно, ну, за... Ну, нас же двое, за кадром никого нету. Свет там никто не держал. На камеру никто не снимал. Хотел продолжить от соуса. А я пока булку вытер уже, все равно сейчас грязный будет. В общем, вот так это выглядит. Блин, ну это вкусно. И копчение видно, да? Да. Вот от смойки, видишь, как глубоко проникло. За твое здоровье. Прямо как я хочу. Какого-то называлась? М-м-м, это обрелище. Тебе очень четкое движение. Это нереально вкусно. Спасибо тебе большое. Прям... Тебе спасибо. Зачем ехал, то и получил. Друзья, если видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк, написать комментарий. И, разумеется, не забывайте перейти к Ивану на канал и посмотреть рецепт супа, который мы с ним приготовили. Мы его уже поели. Теплый, сытный, вкусный. Не буду рассказывать все. Иван пока ест. До скорых встреч. Я от себя добавлю, прости, Тихон, но продолжу твой ролик. Я много копчу, но я вот до такого сочетания не додумался. Тихон, спасибо. Симпсоны, спасибо.